Зе Нос. Статья на альтернативе.орг за 8 декабря 2019 года. Р. Дервиш. Раньше я верил в смыслораскрывающую праведческую мощь славянских языков, особенно тех из них, которые ближе к древним истокам. Чего, например, стоит в этом плане хотя бы такое слово, как безопасность в сербском языке. Там оно звучит как «безбедность». Сразу понимаешь, что надо делать и к чему стремиться, чтобы не чувствовать себя в опасности. Всем ясно? Славяне. Но недавно я понял, что сильно недооценивал сакральный потенциал англо-фрисской лингвистической подгруппы, а осознал это, когда мне случайно попалось старое английское издание гоголевской мистической повести «Нос». Внимание! В правописании кириллицей название читается «Зе нос». Бинго! Как известно, Николай Васильевич был одним из самых сильных предсказателей в мире. Куда круче Мишеля Нострадамуса, разве что Федор Михайлович мог бы с ним сравниться в этом редком даре. Он передал нам, своим потомкам, массу абсолютных пророчеств. В одних только мертвых душах – полный прогноз развития всей страны на пару веков. Проблема только в том, что любое масштабное пророчество, способное повлиять на ход истории, может пробить поток времени лишь в обрамлении шифровой квитанции и уже на подлете к цели. Иначе вязкость истории поглотит, извратит выпущенный в будущее месседж. Коварная и завистливая история не терпит прямого вмешательства. Отсюда и загадочность Катренов того же Нострадамуса, и смутность намеков лукавой бабушки Ванги. Но Гоголю это сопротивление среды удалось преодолеть своими художественными средствами, в частности, и через кавитацию чужими языками. Хотя гений свободно изъяснялся на всех основных европейских наречиях, разве что кроме украинского. Итак, президент Зеленский, или как он сам себя именует, Зе, предвосхищенный писателем реальности просто Нос. Кстати, Володя в одной из ранних и удачных своих эстрадных миниатюр с неподдельным удивлением называет себя Сукин Нос. Явно не понимаю, почему так обзывается. Вот она, сила внушения сквозь века. А теперь просто перечитаем Гоголевскую притчу. И становится предельно ясным то, что не могут расшифровать пресловутые политологи в компании с дипломированными психологами и психиатрами. Итак, Зе это Нос, который избежал от своего хозяина. И только, признаюсь, я и сам в момент его оглушительного избрания думал, что он представляет из себя нечто большое. Хотя по Гоголю это и есть суть политики. Умение прикидываться, что ты нечто большее, чем есть на самом деле. Знаю. Но смущала его вроде бы схожесть с другим символическим гоголевским персонажем, Аваней Хлистаковым. Оба позеры, хипстеры своих эпох, блестящие блефисты. Я только не учел масштаб личности. Ваня, пардон, Иван Александрович, это социальное явление. А Владимир Александрович, психологический казус. Если б Хлистаков стал вдруг императором, то городничьи не только б не курили развязно в его кабинете, а вряд ли могли просочиться даже в приемную. Хлистаков это глыба развода, имитации и мистификации. За ним стоял целый социальный класс, который в ту эпоху называли щелкоперы, а сейчас креаклы или офисные хомячки. Хлистаков это не какая-нибудь там крайняя плоть чужого тела, а собственная, пусть и небольшая, анемично-авантюристическая тельца. Это уже уровень Макрона, не ниже. А Зе чистая уличная психология, даже если за него по дружбе подписался целый квартал и по нужде сам босс. Вот это и хотел передать нам Николай Васильевич. Действительно, Хлистаков мог бы успешно возглавить хоть Нацбанк, хоть нафтогаз с энергоатомом и вернуться потом в любое присутственное место на собственный выбор. А Зе мог стать лишь президентом и вернуться он может только к хозяину вместе со своим кварталом. Почему? Смотрите внимательно повесть. Во-первых, для носоугурации должно быть пусть неявное, но очевидное благословение хозяина. Тут все понятно. Олигарх давно хотел и внутри страны, и за рубежом показать всем нос. Но этого мало. Во-вторых, надо, чтобы и этот отросток сам божелал самостоятельности за пределами уютно-воздобного лица. Главным стимулом носа для суверенной жизни – это побыть какое-то время на две ступени выше бывшего носителя. Помните, Ковалев, от которого нос отвалился, был калежским асессором, а его шнобель – уже статским советником, ровно на два чина выше. Кстати, президент по социальному статусу – именно на два ранга выше породившего его бывшего губернаторского лица. А это если мериться носами, и мундир с золотыми голунами, и шпагой, и почести, а главное – персональная шестисотая карета. Но именно этого жаждет любой субъект, который держит в наше время нос по ветру. Хотя первоначально у автора этого проекта была другая задумка. Вроде должен был отделиться не нос, а то, что ниже. Эта версия даже проигрывалась. Потом, наверное, высокая любовь прошла. Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. А еще вероятнее, что нос пускать на время в отдельное плавание все же безопаснее, чем хэ. В последнем случае ху, кто знает, что может получиться. Бравый нос со шпагой в карете все же не так опасен, как этот, с теми же атрибутами и полномочиями. Тот даже МВФ не просто пошлет в одно место, но сам туда намылиться. Да, иногда нос хотел бы чихать на своего хозяина. Но он явно менее независим своих желаниям, чем хэ. А вообще, если уж прикидывать хэ к носу, то есть сравнивать их глубинный потенциал, то различие здесь не биологическое, а экзистенциональное. Банальный размер здесь имеет значение только в экстримах. Плохо, когда очень маленький первый и очень большой второй. Но в обычном диапазоне все их различия метафизичны. Скажем, первый менее публичен, но более дерзок, менее стоек, но более сердечен. Второй более чуток, но менее искренен, более открыт, но менее чистен. А главное, что они по-разному ощущают правовое поле. Точнее, гегелевскую философию права. Первый считает, что все, что не запрещено, разрешено. А второй, все, что не разрешено, запрещено. Опять увлекся. Короче, получилось то, что получилось. Сукин нос. Поэтому, если верить классику, то врагам его бояться особенно нечего. Потрется наш герой с ними носами, как в тайском поцелуе. Грозно высморкается и перетрет мирно общие темы сиплым в нос голосом. И ждать неожиданной коленца не приходится. Всегда по ветру. И вернется он именно к бывшему своему владельцу. Иные места ведь заняты иными носами. С другой стороны, хорошо, что завтра в Нормандию приедет нос, а не многоточие. Иначе неловко бы могло получиться. Лучше уж команде Зе остаться с носом, чем с многоточие. А может это и есть главная подсказка Николая Васильевича? Нос его знает. Эр Дервиш, специально для Альтернатива.орг Зе нос